Удобнейший рюкзак весом чуть больше килограмма, в котором вы можете носить от нуля до 30 килограмм веса с функциональной внешней навеской и фурнитурой. А еще и цвет можно выбрать по душе. Это не магия, друзья, это линейка рюкзаков Градиент от компании Сплав. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Сергей Голубев, я основатель и гид турклуба ВМЕСТЕ. По роду своей профессии мне много приходится путешествовать с одним из этих рюкзаков, поэтому сегодня, помимо витринного обзора, я поделюсь с вами опытом эксплуатации этого прекрасного изделия. Расскажу про его плюсы и немного про минусы. Рюкзаки представлены в трех модификациях. Это Градиент Лайт, Градиент Лайт версия 2 и это Градиент версия 3. Анатомия материала изготовления и фурнитуры одинаковые, а вот некоторые детали разные, сейчас мы их с вами рассмотрим. Всего рюкзаки Градиент встречаются в пяти объемах. 35, 50, 60, 70 и 80 литров. И в четырех цветах. Желтый, серый, синий и огненно-красный. Начнем с материалов. Все серии выполнены из нейлона Honeycomb 100 Denier. Это материал с двойной силиконизацией, он не пропускает влагу и сравнительно мало весит. Плотность в 100 Denier это дерзкая заявка для легкоходов. Сама по себе ткань имеет небольшую структуру липстоп, плетение, напоминающее пчелиные соты. Для сравнения, у Frontier 65 плотность ткани 600 Den. Это делает его немного надежнее, но и значительно тяжелее. Конечно, для надежности у наших Градиентов дно выполнено из кордуры 500 Den. Кто не в теме, это особо прочная ткань, из которой делают всякие военные штуковины, типа бронежилетов и элементов тактической экипировки. Это позволит рюкзаку прослужить еще дольше и не переживать, когда вы ставите рюкзак на бетон, асфальт или острые остатки застывших лавых пород на Камчатке, например. Давайте посмотрим на подвесную систему. Тут инженеры сплава тоже постарались. Каркас рюкзака выполнен из такого вот композитного прутика, который вы можете вытащить и скрутить рюкзак для стирки, например, или убрать его в лодку или каяк. Прежде чем рассматривать детали, давайте поговорим о философии и идее этих рюкзаков. Градиент – это экспертная серия облегченных рюкзаков для туристов, которая экономит вес на каждом элементе снаряжения. Обе версии Lite созданы по канонам легкоходного рюкзака. Кстати, именно эти рюкзаки разрабатываются тут в Москве на Кечевской 16 и отшиваются у нас в России. Они производятся ограниченными партиями, так что это почти эксклюзив, друзья. Но то, что Градиент – это история для легкоходов, не должно смущать других туристов, которые просто хотят качественный и красивый рюкзак небольшого веса. Именно для таких ребят была разработана усиленная версия V3, но об этом чуть ниже. Что же делает Градиент легкоходным? Во-первых, материалы, их легкость. Именно из-за этого серия Lite в объеме 50 литров весит всего 1 кг, а версия 2 легче на 50 грамм. Стеклопластиковый пруток держит форму и переносит часть веса на пояс. Сам по себе он очень легкий и гибкий. Во-вторых, облегчение конструкции. Более тонкие лямки и пояс. Форма тубуса простая, а если нужно уложить много, то есть огромные эластичные карманы снаружи. В-третьих, бескомпромиссность в размерах. Вы, наверное, заметили, что все рюкзаки выполнены в трех размерах. У них намертво пришиты лямки и пояса. Меньше элементов крепления – легче рюкзак. При покупке его необходимо мерить. Если промахнуться с размером, то ничего исправить уже будет нельзя. Вы спросите, в чем отличие двух серий Lite? Да, обе версии аскетичны в своих исполнениях, но отличия есть. У самого первого рюкзака более тонкие лямки в сравнении со второй версией. А у второй версии есть большие эластичные карманы по бокам. Разработчикам эти модели применялись как штурмовые для альпинистов и скалолазов. Для этого на поясе предусмотрены специальные петли подкрепления снаряжения. Пожалуй, это все отличия. Версия 3 – это рюкзак для туристов, который ищет чуть больше комфорта. Но и вес у него становится больше. Хотя что такое вес в 1,25 кг для рюкзака? Я уже пару лет использую именно этот рюкзак для своих походов. А также на сайте рекомендую и показываю его участникам наших путешествий. Так что и парни, и девушки пользуются этой моделью. Основным отличием от легких моделей будет конструкция пояса и лямок. Тут они еще толще и шире. Пояс в разы пухлее и мягче, но при этом он имеет большую жесткость внутри. По бокам есть объемные карманы для вкусняшек, воды или штормовой курки. Примечательно, что пояс третьей версии можно вытащить и вместе с клапаном они образуют поясную сумку для радиалок. Но, конечно, замысел был другим. Это необходимо, чтобы более жесткий пояс не пострадал, если вам надо положить ваш рюкзак в плавсредство, например. В остальном все три серии похожи, и детали буду скрывать на примере своего любимого рюкзака на 60 литров. Это градиент версии 3. Именно с ними я хожу последние два года. Считаю, этот объем закрывает большинство наших походных потребностей. Клапан рюкзака. Просторный клапан позволяет разместить тут вещи первой необходимости. Это пончо-тент, либо куртку-ветровку, например. Если приловчиться, то может доставать из него вещи самостоятельно, не снимая рюкзак. Ну, или попросить товарища на крайний случай. Очень круто, что клапан тут съемный и регулируемый по высоте. Это позволяет нам отстегнуть его и взять как ручную кладь, положив туда ценные вещи или пауэрбанки, например, которые, к слову, нельзя сдавать в багаж. Но самое главное, мы можем увеличить объем рюкзака еще литров на 7 или 10, разместив брус под клапаном. Например, можно так переносить по крафту. Молвия на клапане тузанковая, с удобными и большими пулерами. Можно удобно пользоваться даже в перчатках. Также на клапане имеются микропетельки для размещения резинки, с помощью которой вы можете закрепить пенку или мокрые вещи просушить. Короче, все зависит от вашей фантазии. По контуру клапана есть подрезиненная тесьма, которая прижимает клапан к рюкзаку, образуя общий силуэт изделия. Сам тубус оснащен юбкой на двух утяжках. Фурнитура нового типа гораздо удобнее и быстрее, чем старые утяжки. Чтобы затянуть, тянем веревку наверх. Чтобы ослабить, тянем за стропу. Юбка в совокупности с регулируемым клапаном помогает нам увеличить общий объем, если ваше лихоходство пошло немного не по плану. Тропа по центру фиксирует, либо утрамбует груз, чтобы на вашем пути вы ничего не потеряли. Внутри рюкзака есть довольно вместительный кармашек для мелочей и документов. Девушки часто используют его как косметичку. Кстати, вот вам, друзья, лайфхак. Если набили его слишком сильно или там есть что-то хрупкое, то не прижимайте эту косметичку к спине рюкзака, а как бы положите сверху груза. Так у вас ничего не выдавится и не сломается. Наружный фасад рюкзака тоже не обделен интересными решениями. Во-первых, ручки для переноски продублированы с двух сторон рюкзака. Это сделано для удобства его транспортировки, когда он не на вас, скажем так. Например, в аэропорту или при погрузке в транспорт заброски. Если вы знаете, что рюкзак нельзя поднимать, за что зря, то водители забросок не всегда в теме. И наличие еще одной ручки на фасаде интуитивно подскажет этому товарищу брать рюкзак за нужное сильное место, чтобы опять же увеличить его срок службы. В тему сильных мест. В местах всех креплений усилены, проклеены и прошиты. Сбоку рюкзака есть гигантские сетчатые карманы для вещей быстрого доступа. Есть удобное отверстие для размещения бутылки с водой. Постарайтесь не класть в карманы твердые тяжелые предметы. Топоры, газ и так далее. Сетка-то выдержит, но можно порвать карман об острый камень. Так называемый эффект молотой наковальни. Сбоку рюкзака имеются две утяжки с длинными стропами, позволяющие пристегнуть даже самую толстую рулонную пенку. На фронтоне рюкзака имеются симметричные точки крепления трекинговых палок и ледорубов, а также змейка из резинки, с помощью которой можно разместить каску, пенку или солнечную батарею, например. Лайфхак. Когда идете в лесной зоне, размещайте пенку сзади на фронтоне рюкзака вертикально, на резинке, чтобы она не цеплялась за ветки и пенка не рвалась по краям. Боковые треугольные карманы – редкое, но удобное решение для хранения вещей, которые должны быть под рукой. Снеки, перекус, пауэрбанк, солнцезащитный крем, баф, перчатки, шапка и так далее. Опять же, приноровившись, вы можете использовать эти карманы даже на ходу. Спинка рюкзака, лямки, пояс сделаны из вентиляционной и быстросохнущей 3D-сетки. На коротких привалах рюкзак успевает просохнуть за считанные минуты. Отдельную воду можно спеть пояс у этого рюкзака. Толстенный и мягкий пояс обнимает тебя, правильно разгружает нагрузку и заставляет пользователю удовольствие при носке. Регулировка пояса в двух точках позволяет еще тоньше настроить рюкзак, а благодаря тонкой, но прочной стропе, утяжка приятно скользит, позволяя без особых усилий затянуть пояс рюкзака. Лямки рюкзака анатомические, так называемые S-сообразной формы и практически исключают неприятные ощущения при носке и не отвлекают от окружающих красот. На лямках имеется система для крепления груза спереди. Например, это может быть фотоаппарат, чтобы не таскать его на шее, и его тут не болело, не пережималось. Помимо этого, туда можно прицепить рацию или навигатор. В верхней части лямок есть резинка, на которой мы крепим фальшфей ряд мишек, путешествуя по той же Камчатке, например. Также можно сфиксировать трубку гидратора. Отверстия под него, к слову, нет, но можно с легкостью просунуть его под клапаном рюкзака сбоку. Также лямки рюкзака оснащены грудной стяжкой. Она подрезинена, чтобы не сковывать дыхание, а если не пользуетесь, то ее вообще можно снять. Цветовая палитра, разнообразный литраж от 30 до 80 позволяют подобрать рюкзак под ваш вкус и, как говорится, стиль туризма. Будь то поход выходного дня на выходные, ультралайт поход по морскому побережью или же экспедиция на плату Путорана. Рюкзак придется по душе людям, которые желают уменьшить вес снаряги, сохранив при этом функционал обычного рюкзака для трекинга. Рюкзак требует бережного обращения. Если есть риск неаккуратной эксплуатации, то используйте рюкзак в тандеме с рейнкавером. Так он будет еще целее и чище. Пожалуй, необходимость обязательной примерки можно назвать главным минусом этого рюкзака. Хотя практически все производители настоятельно рекомендуют мерить свои изделия перед проверкой. Уверен, вы останетесь довольны. Ходите в походы, не жалейте денег на снарягу, ведь она открывает для нас новые горизонты и возможности. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok